Планерка в администрации Армавира началась с обсуждения стратегии развития государства до 2024 года. После инаугурации ее огласил Владимир Путин, а руководство края и города взяли документ за основу своей дальнейшей работы. Что касается текущих вопросов, в Армавире проводятся работы по ремонту дорог. На эти нужды из краевого бюджета выделено около 36 миллионов рублей и 42 миллионов дополнительно. В ближайшем будущем может сбыться мечта многих автомобилистов. На территории Кубани со следующего года планируется запуск программы перевода гравийных дорог в асфальтные. Для нас сегодня это пока фантастика, потому что в городе большой процент гравийных дорог, наверное, больше половины это гравийные дороги, процентов 60, а меньшая часть, процентов 40, это асфальтные дороги. Для того, чтобы этим заниматься, нужны и проекты, и проектная документация, но и многие другие вещи, которые должны позволить участвовать в программе. Но это пока только надежды, пока и только слова, но, соответственно, мы уже будем готовиться к тому, чтобы мы были готовы заявляться в участии в этой программе. Правоохранители озабочены активностью телефонных мошенников. Об этом рассказал начальник отдела МВД по городу Армавиру. За последнее время зломышленниками было совершено по меньшей мере 14 преступлений путем обмана по телефону или в сети интернет. Самый распространенный вид преступления в настоящий момент, я уже неоднократно говорил, что по любым источникам необходимо доводить до жителей сложность и актуальность данного вида преступлений, чтобы они не попадались на улицу. Наиболее уязвимыми и наиболее предпочтительными для мошенников стираются люди пожилого ввода. К сожалению, установление лиц, причастное совершение таких преступлений, неправильная сложность. В связи с тем, кто в основной массе поступает без исключения свободы, они же, естественно, причисляются другие субъекты Российской Федерации. Глава города обратил внимание стражи порядка на воровство канализационных люков. Руководство соседнего района, где распространены такие случаи, предполагает, что люки могли сдавать на металлолом на территории Армавира. Совместно с нашими отделами, которые курируют работу пунктов приемного металлолома, провести профилактические мероприятия. Никто никого не поймал и не сказал, что это именно ведется в город Армавир, но кто-то ворует, куда-то сдает, а сдать это можно. Кто ворует, какой конфиденции для себя предполагает, но никто это нигде не накапливает, соответственно, что это сдается в пункт приемного металлолома. Городские службы активно готовятся к предстоящему отопительному сезону 2018-2019 года. Одной из проблем в подготовке стал вывод из эксплуатации тепловой сети двух предприятий ДТК-4 и МЖК, которые обеспечивали теплом несколько домов. Коммунальщики уже приступили к решению этого вопроса. Коммунальщики-фериалы «Газпромтеплоэнерго» проводятся мероприятия по переключению на квартирных домов по улице Луначарска 125-127 от котельной МЖК СТК по улице 1-98. Проведение работ сопланировано до 1 июня 2018 года. Проводится мероприятие по согласованию необходимой документации по строительству тепловой сети на квартирных домах по улице Первомайской 8-Б от трубопровода в тепловой сети диаметром 200 мм пророжено по улице Матвеева. На этой неделе в школах начались летние каникулы, и администрация города уделила большое внимание досугу детей. Как и в прошлом году, в микрорайонах города будут работать 60 дворовых площадок, где студенты будут проводить конкурсы и игры с ребятами. 116 организаторов досуга уже прошли подготовку в школе вожатых. В учебных заведениях организованы лагеря дневного пребывания. В соответствии с убежденной дислокацией лагеря дневного пребывания будет организована работа 14 общеобразовательных учреждений на базе которых в летний период будут задействованы порядка 1430 школьников. В каждом лагере будет организовано горячее питание. Организация питания в вожатых лагерях осуществляется также за счет средств краевого и местного бюджета. В целях обеспечения безопасного отдыха несовершеннолетних в каждом лагере дневного пребывания прикреплена медицинская сестра. С родительской общественностью проведена разъединительная работа по обязательному страхованию жизни и здоровья детей при направлении учреждения летнего вода КС «Дорогие». На время каникул в городе планируют трудоустроить 1119 подростков. Рабочие места созданы на 22 предприятиях. На зарплату подростков выделено почти 6,5 миллионов рублей. Во время заседания также стало известно, что в Армавире вскоре начнется ремонт тротуаров и уже стартовала замена системы уличного освещения. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.